Добрый день! Вас приветствую, телеканал Трофей! Я ее ведущий Андрей Кубрак и мы готовим на природе. Сегодня для вас мы приготовим рыбку в кукурузной корке. Для этого нам потребуются продукты, мойва, кукурузная крупа, яйца, чеснок, сливочный хрен, сметана и имбирь. А также, наверное, главное, хотелось бы ваше внимание остановить на том, что мы будем использовать для приготовления. Это будет многофункциональное устройство, предназначенное для готовки на природе. Наше приготовление начинается с сжигания огня. И мы уже знакомы с этим устройством, поэтому необходимо зажечь наш фитиль. Ну что ж, первый шаг сделан. Далее мы перемещаемся за стол для того, чтобы делать подготовки и возвращаемся уже к нашему огню через несколько минут. Мы разожгли огонь и пришло время приступить непосредственно к нашей рыбке. Для этого мы берем яйца и делаем для них кляр. Затем взбиваем венчиком. И, в принципе, простая основа уже для того, чтобы запанировать и создать первый шаг нашей хрустящей корочки. Далее нам потребуется непосредственно уже сама рыбка. Итак, мы берем ее и наша кукурузная крупа. Затем проделываем простые движения. Опускаем сначала яичную смесь, затем к кукурузную крупу. И выкладываем все на доске. Вот. Аналогично проделываем с остальной рыбкой. После того, когда мы запанируем нашу рыбку, мы можем приступать к приготовлению соуса. Итак, я приступаю к соусу. Нам потребуется 2 зубка чеснока. Очень мелко нарезаем. Он схож по своей консистенции и состоянию на тот, который можно измельчить при помощи чесногодавилки. Но поскольку я рыблю больше вариант нарезания, он сохраняет свойства и ароматику чеснока, поэтому это не происходит при помощи этого чудо-устройства. А обычным ножичком просто нарезаем. Далее добавляем это все в сливочный френ. Затем по вкусу, а в моем случае я хочу добавить сюда имбирь маринованный. Если проанализировать то, что находится в этой емкости, сливочный френ, чеснок и маринованный имбирь, то по сути это создает такой очень насыщенный и пикантный вкус. Поэтому я предлагаю для того, чтобы создать нежность и легкость этого соуса, мы добавляем немного снитана. Затем тщательно перемешиваем или слегка. На самом деле, главное, чтобы соус не был теплый, потому что эти ингредиенты, они не совсем ощутимы и свои свойства проявляют в теплом состоянии нагрева. Поэтому соус должен слегка постоять. Что делаем мы дальше? А мы перемещаемся к нашему огню, чтобы приступить к приготовлению жарки рыбы в корочке. Вот наше устройство, которое нам будет с ним помогать в приготовлении. Имеет несколько ярусов. Вот я уже вижу, для чего необходимы эти устройства. Крючки. Далее у нас есть подставка, на которой мы можем регулировать в зависимости от уровня слева или справа. Наш огонь, как вы видите, в полном разгаре, поэтому не вижу повода не начать готовить. Сковорода. Сейчас мы проверим, как быстро нагревается весь процесс и насколько он может быть удобным. Ну что ж, нам осталось только увидеть, как будет идти нагрев по времени. Я уже вижу точно, что это происходит очень быстро. Чувствуется жар. Но тем не менее, нам необходимо все равно прогреть сковороду, за счет того, чтобы масло имело хорошую температуру. И далее мы могли приготовить нашу рыбу в хрустящей корочке. Итак, мы уже можем ее перемещать. Наша опанировка не отваливается. Это говорит о том, что мы справились с этим очень хорошо. И далее останется нам сделать только лишь два шага. Первый мы уже сделали, второй переворачиваем, и наша рыбка готова. Поэтому само приготовление, думаю, займет не больше 3-5 минут. Оставляем рыбку и к ней возвращаемся через 3 минуты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наши 3 минуты истекли, и мы видим, что наша рыба хрустящая, золотистая. Наше блюдо готово. Мы идем на кухню. Хрустящая корка, золотистый цвет и наш соус. Нам осталось только наше блюдо засильвировать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наше блюдо рыба в хрустящей корочке хрустящей, соусом имбирно-сливочным готово. Рецепт «Рыбка в хрустящей корке» со сливочно-имбирным соусом. Рыбка моего 300 грамм, яйца 5 штук, кукурузная мука 200 грамм, хрен сливочный 100 грамм, сметана 100 грамм, имбирь маринованный 20 грамм, листья салата 1 пучок. А я напоминаю, что внизу ваших телеэкранов вы видите адрес электронной почты, на которую вы можете отправлять ваши любимые рецепты приготовления на природе. Наиболее интересные я обязательно приготовлю в одной из своих телепередач, а их автор получит ценные призы от телеканала «Трофей» и лично от меня. Приятного аппетита и до скорых встреч! Рецепт «Рыбка в хрустящей корке»